Здравствуйте, друзья! Наконец проросла очередная порция предварительно замоченной пшеницы моего энергетика. Сегодня хочу из неё приготовить котлеты. Для котлет я возьму лук, нарву в теплице чесночные стрелки. У чесночных стрелок довольно сильный чесночный привкус. Прокручу всё через мясорубку. Я получила пшенично-чесночно-луковый фарш. А дальше по классическому рецепту я замешиваю фарш для котлет. Замешивайте так, как вы любите. Добавляйте те специи, к которым вы привыкли. Вот я замесила фарш на котлеты. С зелёными вкраплениями чесночка они получаются какие-то более весенние, позитивные. Сформировала котлетки и приступаю к жарке. Пшеничные котлеты пожарились. Запах абсолютно котлетный, как и вид. Если хотите больше пользы, сделайте немножко аль денте. Вот этот пшеничный фарш очень хорошо монтируется с грибами. Я думаю, следующее, что я сделаю, это будут зразы. Только не картофельные, а пшеничные. С грибами. И ещё не отключайтесь, скажу полезную инфу. Вот на собственном опыте я убедилась, что в любом классическом рецепте с мясным фаршем вы можете вместо мясного добавлять фарш из проростков. Без потери вкуса. И только имейте в виду, что в пшеничном фарше меньше клейковины. И придётся в него немножко добавить или льняной муки, ну или какой-нибудь, например, классической пшеничной. Продолжение следует...